Раздел пользователей АТС системы 3CX находится в главной панели управления во вкладке пользователей. Хранит внутренние номера абонентов, также они называются добавочные номера, реже экстеншены, расширения, также применяются и другие названия. Номера хранятся в виде таблицы. Номера присваиваются в соответствии с той длиной, которая была выбрана при установке системы. Например, трехзначные, четырехзначные, пятизначные, шести и так далее. Номера в системе не могут быть разной длины. То есть, если номера четырехзначные, то все номера 3CX будут четырехзначными. Длина номера изменяться в системе не может. Для того, чтобы создать номер, необходимо нажать кнопку «Добавить». Открывается окно, в котором система автоматически назначает номер, следующий по порядку. Номер можно изменить при создании. Номер можно присвоить из списка номерного пула АТС в пределах установленной длины. Создаваемый номер должен быть свободным, то есть не занят ранее другим пользователям, либо сервисам. Теперь мы можем нажать кнопку «Ок». Номер создан. На этапе создания номера можно было задать имя, фамилию и другие параметры. Эти параметры также можно создавать в режиме редактирования номера. На созданный номер можно зарегистрировать IP-телефон, приложение для рабочего стола, либо смартфона. Абонент может зайти в личный кабинет по данному номеру и отправленному ему паролю. Для того, чтобы отправить письмо абоненту, необходимо выделить номер и нажать кнопку «Отправить приветственное письмо». Номера, на которых зарегистрированы IP-телефоны, приложения, либо выполнен вход в личный кабинет, отображаются в зеленом цветом. Номера, на которых не зарегистрировано ни одно приложение, IP-телефон, либо невыполнен вход, горят красным цветом. В параметрах номера обычно задается имя, фамилия. Эти параметры отображаются на экране телефона вызываемого абонента и передаются параметры кольера ID при вызове. В номере можно создать адрес электронной почты. На данный адрес будут отправляться приветственные письма, а также файлы голосовой почты, либо другие сообщения, предусмотренные системой. В настройках номера можно также задать мобильный телефон для переадресации или одновременного вызова. Исходящий кольер ID указывается, если при вызове через линию в город, либо на межгород, либо на мобильную сеть, необходимо на экране вызываемого абонента показать номер внешней линии, которую нам предоставил провайдер. Далее в разделе «Веб-аутентификация» присутствует пароль для входа в веб-энтерфейс личного кабинета 3CEIC. Этот пароль может быть перезадан администратором. Когда абоненту отправляется приветственное письмо, данный пароль в нем содержится. Перейдя по ссылке из приветственного письма, абонент попадет в личный кабинет, введет свой номер и пароль и будет использовать веб-панель 3CEIC для работы. Выше размещена ссылка для доступа в личный кабинет. Параметр «Прямой внешний номер DIP» напрямую связывает входящий вызов с данным номером. То есть если вызов поступает на определенный номер, который нам предоставил провайдер в линии, мы можем по этому внешнему номеру сопоставить внутренний номер для прямого вызова. Далее раздел «Включить SMS» служит для отправки SMS-сообщений через сервис. Во вкладке «Голосовая почта» при необходимости можно настроить язык голосовых оповещений, пин-код для доступа, данный пин-код также отправляется в приветственном письме, параметры воспроизведения и сопровождения голосовых сообщений. Можно отключить аутентификацию по пин-коду, воспроизвести коллер-айди в сообщении прослушивания голосовой почты. Для голосовой почты можно записать, либо добавить в систему собственный голосовой файл. Этот файл будет проигрываться при переводе вызова на голосовую почту. На вкладке «Правила переадресации» задаются режимы автоматического перевода вызова в зависимости от текущего статуса. Также здесь можно задать «Звонить на мобильный», принимать несколько вызовов одновременно. Если абонент разговаривает в данный момент, отключаться от очередей вызовов, принимать вызовы из групп вызовов, принимать пуш-уведомления. Здесь также можно загрузить голосовое приветствие, либо записать его. Данное приветствие будет проигрываться при включении режима переадресации. В настройках автопереключения можно задать автоматическую установку статуса «Доступен» указанные рабочие часы, которые настраиваются. По умолчанию автоматическое переключение и переадресация производится в соответствии с общим рабочим графиком системы. Для переадресации можно создать исключения для определенных номеров. Список этих номеров задается в разделе «Исключения». Данные номера могут звонить напрямую, обходя правила переадресации. Во вкладке «Автонастройка телефона» системой задаются параметры регистрации тип телефона по данному номеру. Это параметры такие как «SIP ID» и пароль регистрации «SIP». Также здесь выбирается тип настраиваемого телефона, либо софтфон, либо IP-телефон. Настраивается IP-адрес интерфейса, внешний или внутренний. Выбирается протокол транспорта для работы «SIP». Выбирается режим передачи медиатранспорта, безопасный, либо не ошифрованный. Настраивается режим передачи тоновых сигналов «ДТМФ». И производятся настройки «Использовать пуш для смартфонов», «Обновлять конфигурацию при включении», «Использовать тоннель 3D» для удаленных подключений. В параметрах «Настраивается» режим работы настольного приложения по умолчанию. В настольном приложении можно вручную переключить режим на управление IP-телефоном, либо режим софтфона. Режим управления IP-телефоном еще называется режим CTI. В приложении таки указано «Включить режим CTI». В секции «Доступ» задаются параметры «Не показывать присутствие пользователей в приложении IP-телефоном клиенте», «Скрывать правила переадресации», «Показать записи разговоров», «Разрешить удаление записи разговоров». Данные настройки применяются личному кабинету, с помощью которого пользователь работает с данной системой. Эти настройки задаются для пользователя, администратора. На вкладке BLF задаются функциональные клавиши, BLF-клавиши, настройки которых отправляются файлом автоматической конфигурации на IP-телефон. Данные кнопки BLF, в зависимости от того, как они настроены здесь, будут настраиваться на IP-телефон. Также кнопки BLF можно настроить для использования в личном кабинете. Данные настройки применятся и к личному кабинету. Во вкладке «Параметры» задаются ограничения для вызовов этого номера, выбирается режим «Записи разговоров», задаются параметры совместного использования этого номера IP-телефонами, выбирается режим «Запрашивать имя звонящего с помощью голосового меню», «Отправлять e-mail уведомления о пропущенном вызове», «Скрывать данного пользователя из корпоративной адресной книги и приложения в лицеи», «Скрывать его с списком», «Указать SIP-ID» уникальный для каждого пользователя. Также здесь настраиваются дополнительные параметры протокола телефонии SIP, настраивается включение интеграции во вкладке «Права», настраиваются разрешения, полномочия на определенные действия данным пользователям в зависимости от его роли в определенной группе. Здесь мы можем выбрать роль для данного пользователя в указанной группе и назначить полномочия в этой группе. Дополнительно права и группы изучаются в курсе «Прицейк». Во вкладке «Права» также устанавливаются административные разрешения в систему управления «Трицейк» для пользователя. С помощью данных настроек можно пользователю предоставлять «Права» на управление определенными подсистемами «Трицейк», на администрирование определенных разделов «Трицейк». Во вкладке «Клик-то-кол» настраиваются параметры для использования интеграции АТС и совершения вызовов через внешние веб-интерфейсы. С помощью данных разделов можно встроить веб-фрагменты, которые позволяют взаимодействовать с системой «Трицейк» и совершать вызовы из других сайтов, порталов, либо других веб-ресурсов. Настройки пользователя рассмотрели. Также я хотел бы указать, восклицательный знак означает то, что в настройках номера был указан простой пароль, либо для регистрации был указан простой ID и простой пароль. Система определяет, какой параметр по безопасности был нарушен и в списке показывает восклицательный знак. Номер можно удалить, нажав на кнопку с конца строки. Настройки номеров на АТС мы рассмотрели. Спасибо за внимание.